Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет небольшой обзорчик на белорусский уход. Немножечко вот у меня скопилось, я так подумала, да, что надо бы вам рассказать. Тут и в основном для лица, и для тела, и даже одна штучка для волос будет, тоже покажу. Единственное, у меня пара средств, скажем так, не в доступе, она в другой квартире. Я картиночки вставлю, да, соответственно, дабы вам рассказать. Значит, давайте такого, да, с не самого интересного, да, Vitex гель для душа. Машинка мне в новогодние посылки передавала. Это у нас гель для душа, морозный апельсин. Очень легкий цитрус, ну, то есть такой аромат, то есть я думала, он будет такой более морозный, ну, потому что это новогодняя все-таки, да, лимитка была. Ну, очень мягкий, не химозный, и мне, кстати, его понравилось еще, помимо просто как, да, гель для душа, в качестве пены для ванны использовать. Вот как-то вот в варианте пены, да, то есть он пахнет еще даже как-то приятнее, что ли, я не знаю. То есть так, конечно, это классический гель для душа. Мне не сушит, но мне кажется, если кожа очень сухая, может быть, немножечко что-то как-то и подсушит. А в целом, то есть очень приятная штучка. Я так предполагаю, что они, наверное, под Новый год сделают какую-нибудь еще, да, лимитированную линеечку. Вот, но конкретно вот это мне понравилось. Я думаю, что у них как бы это просто упаковка, да, такая. Так, я думаю, что в целом гели для душа у них примерно похожи. Вот, то есть неплохая штука, большой объем, бюджетно, соответственно, да, белорусы. Неплохо, мне понравилось. То есть я Машуньке передала такой же, только с другим ароматом. Не знаю, она мне ничего не сказала, использовала, не использовала. Вот, потому что интересно, как раз подсушивала ей или нет, потому что у нее та кожа как раз сухая. У меня нет, у меня норм. Все, отличная штука. Дальше для тела два средства покажу. Значит, первая, это у меня уже бэкап, то есть это новая, запечатанная. Вторая, соответственно, она добивается и вот скоро будет в пустых банках. Покажу вот эту. Это, значит, тоже Vitex, тоже лимитированная коллекция была, да, рождественская. Крем-суфле для рук и тела. Ну, вот такая типа с цитрусом. Очень мягкая, очень приятная, очень прям такая текстура, достаточно воздушная. То есть, ну, действительно, как суфле, только не прям вот взбитое, вот у Фаберлика оно прям взбитое-взбитое. Здесь не так, то есть, это ближе текстура к крему, но немножко взбитому. Вот так, наверное, это можно сказать. Вот, очень классное базовое увлажнение. То есть, если у вас нету каких-то сверх, там, супер, что вы такая супер сухая, да, и вот прям просто аж вот, да, для корочек, то вот это вам подойдет. То есть, это базовое такое хорошее увлажняющее средство для тела. Претензий к нему не одной, пахнет приятно. Расход небольшой, очень легко разносится по телу, как раз, видимо, за счет своей текстуры. Поэтому вообще ноль проблем. Дальше. Это у нас бренд Markel. Такой более, ну, типа, чуть дороже белорусский уход, наверное, это можно так назвать. Значит, это у нас лосьон-хайлайтер для тела. Ну, это, само собой, такая сугубо либо летняя штука, да, либо такая какая-то праздничная, то есть, там, типа, декольте, ключицы, да. То есть, а так летом круче на ноги все-таки, да, то есть, если открытая одежда, руки, ноги, да, то есть, такое. А, значит, давайте покажу немножечко. Вот так это выглядит. Можно прям чуть-чуть нанести, вот, и будет просто вот, да, просто красивая чуть-чуть сияшка. Если немножечко больше нанести, он уже начинает немножко, ну, как это, да, больше в бронз какой-то, да, уходить. Вот. Вот, но все равно, просто я еще не белоснежка все-таки, то есть, для меня это как бы хорошо. То есть, здесь, ну, я не знаю, нет, наверное, а, хотя нет, немножко выровнялся даже цвет лица, господи, кожи, да, то есть, немножко видно, я надеюсь. То есть, то есть, никакого вот этого вот супер коричневого цвета, там, курицы, гриль, вы не получите с этого лосьона. То есть, это просто вот такая база, просто вот аккуратно. Главное, не борщить, потому что переборщите, да, то есть, на жаре у вас это все скатается, это будет некрасиво, будет... Ну, все, он впитался, все, все сухо, вот. Будет скатываться, будет, соответственно, он мокнуть, будет пачкать одежду, а если одежда светлая, лето, все дела, не надо. То есть, аккуратно, по чуть-чуть лучше добавить, да, то есть, чем вот это вот переборщить и потом думать, блин, что с этим делать, то есть, как бы, ну, такое себе, вот. А так, неплохая штука, тоже для лета, почему нет, очень приятная вещь. Так, давайте покажу одну мамину штуку для волос. Я тут что-то на нее наткнулась и думаю, надо тоже показать. Это, я думаю, что сейчас уже вот буквально вот-вот будет в пустых банках. Это у нас объем, бальзам для объема. Вот, у меня мама любит, как бы, все средства для объема для волос, стрижка короткая. Полностью ее удовлетворил этот бальзам, на удивление, она не сравнила его с фаберликом зеленым, потому что обычно это так. Вот этот хороший, но фаберлик лучше, нет, про этот не сказала, сказала, что такой же хороший, как фаберлик, все. Вот, то есть, вот, полностью то, что вот как он, да, бальзам объем, что тут он пишет. Так, Кератрикс, комплекс кондиционирующих добавок, мицеллярный бальзам с 3D-активным для придания объема интенсивного увлажнения по всей длине. То есть, ее полностью устроил этот бальзам, это у нас бренд BioWalt, тоже, соответственно, у нас белорусский бренд. Вот, очень приятный, то есть, и вот бальзамчик ей понравился, здесь я так понимаю, что здесь вот на один раз буквально ей осталось, и в пустые баночки это уйдет. Вот, дальше, сейчас у меня в ходу крем для рук, идеальные ручки, крем-баттер, питательный, насыщенный. Мне кажется, у меня был такой розовый, не помню, какой он был, но типа тоже увлажняющий, что-то такое для сухой кожи. Вот этот, соответственно, регулярно им мажусь, тоже небольшой расход, прям сейчас сразу и намажусь лишний раз кремушком, не грех руки намазать. То есть, очень, отдушки, кстати, здесь практически нет, она такая вот, то есть, крем пахнет кремом. Ну, то есть, я больше не могу ничего про него сказать, потому что у него как такового запаха нету, то есть, он пахнет просто кремом для рук, просто кремушком, какой-то вот этой кремовой основой. То есть, все, если нанести побольше, будет, соответственно, да, подольше впитываться, это вот лучше на ночь. А вот так вот, как я сейчас, да, немножко нанесла, все, то есть, буквально вот я втерла, все, то есть, работайте с документами, пожалуйста, да, то есть, буквально минутку подождали, да, чтобы с ладошек оно быстренько впиталось, все, то есть, уже сейчас я уже там бумагу в руки взять могу. Поэтому, то есть, отличная вещь, тоже рекомендую. Хочу посмотреть еще все-таки, что у них еще есть в линейке вот идеальной ручки, потому что точно помню, что это не единственный крем, и надо бы что-нибудь еще попробовать. Поэтому, вот, девчонки, советую, у кого сухие ручки. Так, и давайте я еще покажу, давайте по лицу пройдемся. Соответственно, давайте начнем с умывалки. Вот у меня ее сейчас как бы с собой, да, живьем нету. Ставлю картиночку сюда. Она называется пенка с микроспонжиками. Смысл в чем? То, что она, это, она не выглядит как пенка, она выглядит как гель. И там, действительно, есть, ну, это, конечно, не микроспонжики, но это такие частички, они мягкие. И для сухой кожи это будет супер штука. Поэтому, девчонки, у кого сухая кожа, запоминаем. Вот эту всю мелкую шелушню, то есть, и она очень мягкая, да, то есть, перед макияжем, да, чтобы вот это все гладенькое лицо было. Супер. По ощущениям это похоже, вот, девочки, кто пользуется скатками, да, для лица, вот это вот очень похоже. То есть, когда вы умываетесь, у вас под руками вот это вот. Я скатками не пользуюсь, и мне это ощущение не нравится. Именно поэтому я ими и не пользуюсь. То есть, но как средство для умывания, мне оно понравилось именно по эффекту. То есть, оно мягкое, оно не пересушивает. То есть, и даже мне, вот, в принципе, у меня кожа нормальная, я люблю, в принципе, что-то такое поактивней, может быть, поядренней. Мне хватает очищения с него. И вот за счет вот этих, опять же, частичек, да, то есть, если у вас присутствуют какие-то шелушинки, еще что-то, очень хорошо это все вот как бы и мягко, главное, без травматизации какой-либо отшелушится, да, и вы будете там нормально краситься, тон нормально нанесете. То есть, очень мне понравилась эта штука, абсолютно как бы ноль претензий вообще к ней. Вот, поэтому, девчонки, обращаем внимание, да, то есть, особенно сухокожики, прям вот на эту умывалку вам строгая рекомендация. Так, давайте теперь здесь у меня что? Теперь, а, и маски остались. Давайте с очищения, то, что мне прям называется, вспомни, молодость, юность, там, школьные годы и так далее, да, это у нас глина голубая. И здесь в составе, то есть, она типа с лепестками этого василька, и она действительно здесь в составе ничего нет, здесь глина и вот этот василечек. То есть, сейчас я найду, так, да, бентонит, коалин и цветочки, вот, я это не выговорю, как это правильно, в общем, василька, все, больше здесь как бы ничего нет. То есть, она сухая, вы это водичкой замешиваете, то есть, как наша мама когда-то еще, да, в молодости. То есть, реально очень прикольно, то есть, и она, да, она высыхает, то есть, это то, что высыхает в труху, условно, на лице. Для сухой кожи это, конечно, ну, типа, там, раз в две недели, там, когда, не знаю, жара, да, или там, не знаю, там, после дачи, там, я не знаю, вы там, да, что-то делали на огороде, еще что-то такое, когда хочется прямо экстра очищения, это супер, то есть, прям, но мне не пересушило, то есть, мне вообще по кайфу, очень понравилось, то есть, и что-то такое, оно вот, прям, из детства, что ли, да, то есть, вот, когда вот наши мамы это замешивали, да, потом, там, мы в школе уже, там, что-то месили, я помню, девчонками, то есть, хорошая штука, это вот такое хорошо забытое прошлое, да, это вот, вот оно, то есть, вот, глина голубая, да, то есть, она достаточно мягкая, поэтому сухо-кожики, не бойтесь ею воспользоваться, то есть, да, это не что-то там, да, такое, прям, экстра сушащее, это у нас серия косметология, это тоже витекс, соответственно, то есть, отличная штука, я прям ничего не ждала с нее, но, блин, такое удовольствие получила от использования, и прям на лице эффект класс. Так, и еще очищающая масочка, это у нас белая глина, экстракт грейпфрута, она для жирной проблемной кожи, иногда я люблю такое что-нибудь, да, вот, чтобы немножко, вот, прям, очиститься прям по полной, вот, а вот этот вариант как раз, это у нас серия фармакоз, это аптечная линейка у них считается, тоже витекс, и здесь смысл в чем, это как раз в сравнении вот с этой глиной, это высыхает, а вот это нет, то есть, здесь я так понимаю, что, может быть, как раз за счет чего-то экстракта грейпфрута, а, здесь кокосовое масло еще есть, вот, она не высыхает, то есть, вы с ней ходите, ходите, да, и она круто очищает, и вот это, это супер варик для, и для сухой кожи тоже, тем более, если у вас она, например, проблемная, да, вы ее пересушили, да, и вот прям вот такой вот не хочется супер стянутости какой-то, да, а очистить лицо надо, это вот оно как раз, круто, понравилось, то есть, прям, тоже хочется вот после этого, уже все, кожа готова к макияжу, можно ни крему, ничего не наносить, хотя это очищающая маска заявлена, вот, девчонки, запоминаем, прям понравилось, кто не любит высыхающие маски на лице, это прям вам сюда. Так, дальше, еще три у меня есть, две здесь, и третью сейчас картиночку вставлю вам. Все три Vitex, тоже серия косметологии, соответственно, значит, первое, это у нас ревитализирующее масло органа, миндаля, суперпитание, восстановление упругости. Тоже, опять же, вот это классный варик на сухую кожу, вот, если, например, условно, сделали вот такую маску, и вот после вот этого, после вот нее сделать вот эту, прям супер, это классный вариант вам будет на выход, чтобы вроде и личико и очистили, да, и напитали, и никаких ни шелушинок, ничего, то есть, супер круто, то есть, за такую цену, ну, как бы, вообще, да, мне в Москве, наверное, в России, в смысле, да, это будет дороже покупать, потому что у меня кума привозила мне все вот это вообще из Минска напрямую, и она там это закупалась, говорит, там вообще еще дешевле, типа, так здорово, то есть, кстати, причем, что здесь в этой маске тоже есть белая глина, то есть, вот, казалось бы, но она суперпитающая, то есть, прям, мне очень понравилось, я думаю, что сухокожики вы точно оцените. Дальше, для использования в душе защитное увлажняющее, то есть, они это предполагают так, что, типа, значит, вы наносите маску, и пока вы там, да, в душе моетесь, там, гелем для душа намыливаетесь, она вас защищает еще ваше лицо от вот этой вот воды, от капель, да, что не пересушивает лишний раз кожу. Действительно, так и есть, то есть, как бы, то есть, я умылась, да, соответственно, просто там макияж сняла, нанесла вот это, встала под душ, там, да, пока намылилась, действительно прикольно, то есть, здесь, может быть, прям, супер, вот, с сухокожиком, наверное, маловато этого будет, мне хватило вот так вот за глаза, вот, но я думаю, это не обязательно использовать в душе, конечно, да, я уж пошла по инструкции просто, вот, но тема хорошая, то есть, мне понравилась, она идет, типа, с гиалуронкой, отличная тоже базовая увлажняющая маска, обязательно к рассмотрению, почему нет, как говорится. И последнее, соответственно, да, то есть, то, что тут, не могу живьем показать, это двойная маска, она для лица и для глаз, и вот там как раз тоже, это то, что можно рассмотреть сухокожиком, она предполагается, то есть, типа, часть одна на все лицо, и часть под глаза мы наносим, и особенно, да, у кого глазки сухие, вот вам, это вот ваша тема как раз, то есть, никакого раздражения не вызвало, никаких ничего такого, да, там, по-моему, она с авокадо идет, с маслом, то есть, очень приятно, очень нежно, очень мягко, то есть, это вот, в принципе, все, что можно, как бы, прикрутить ко всем вот этим маскам, то есть, очень классная кожа просто после них, все, то есть, больше и сказать-то нечего, потому что за такой прайс, да, с учетом, да, нынешней ситуации, да, если есть возможность купить что-то действительно крутое и рабочее, да, за минимальные деньги, этим надо пользоваться, вот, поэтому, вот, немножечко продуктов вам показала, вроде все, то есть, вот вам тут и маски, да, и для тела, продукты все клевые, бюджетные, доступные, да, то есть, сейчас, кстати, стало как-то появляться больше, я смотрю, белорусских магазинов, с белорусской косметикой именно, и я думаю, что это очень-очень неплохо, потому что у них, как и декоративка очень неплохая, в частности, туши, да, то есть, если у вас не сильно чувствительные глаза, потому что я знаю, что многие на белорусские туши реагируют, скажем так, если нет, то у них прям вот есть вау, реально туши, и, соответственно, там, жидкие тени, да, это уже нашумевший все эти металл хайп и так далее, вот, и, соответственно, вот уход вот такой, то есть, есть вот такие вот звездочки, да, то есть, понятно, что везде есть там, типа, просто базовый там шампунь, базовый кондиционер там, да, то есть, ничего такого, то есть, а вот таких вот именно, например, там, вот там те же маски, да, то есть, то, что прям хорошее, да, напитывающий такой уход, не всегда это бывает, поэтому вот таких звездочек надо выискивать. Все, заканчиваю болтать, надеюсь, было интересно и полезно, увидимся в следующих видео, пока-пока!